Христос воскресе! Дорогие друзья, в эфире передача «Просто вере» и её ведущий, Отец Назарий. «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Евангелие от Иоанна, 20 глава, 25 стих. Именно эти слова произнёс апостол Фома, когда услышал весть о том, что другие апостолы видели воскресшего Христа. Именно этот отрывок евангельский положил начало фразеологизму «Фома неверующий», что означает «человека, который с недоверием относится к тому, в чём его убеждают другие люди». И на первый взгляд кажется, что апостол Фома совершил грех неверия. Но так ли это на самом деле? Об этом мы поговорим с нашим сегодняшним гостем, клириком храма в честь Сретения Господня города Самары Ирем Павлом Куренковым. Отец Павел, здравствуйте. Здравствуйте, Отец Назарий. Христос воскресе. Воистину воскресе, Отец Павел. Отец Павел, расскажите, пожалуйста, в чём именно проявляется неверие апостолов Фомы? И действительно ли оно греховное? Или не всё так, как кажется на первый взгляд? – Христос воскресе, дорогие братья и сестры. Мы сегодня с вами воспоминаем события, связанные со второй неделей по Пасхе, которая называется «Антипасха». Слово «Антипасха» для нас звучит как-то необычно. Мы чаще всего, когда говорим «Антипасха», нам на ум всё равно приходит слово «антихрист», и мы начинаем как-то настораживаться. На самом деле, эта греческая приставка «анти», она нам говорит больше не о том, что это как-то против Пасхи, а это вместо Пасхи. В древности это событие праздновалось так же важно, как и сама Пасха, поскольку это последующая неделя после самой Пасхи. И Пасху мы каждый раз воспоминаем множество раз в году. Каждое же воскресенье является Малой Пасхой. Когда мы воспоминаем воскресенье Христово, совершается богослужение, и мы с вами знаем, если по богослужебной части всегда воскресное богослужение, оно стоит особняком, в отличие от других каких-то богослужений. Только лишь господские праздники по уставной части, они становятся выше воскресенья Христова, если это празднуется в течение всего года, конечно, и по саму Пасху Христову. И вот антипасха, это вместо Пасхи, когда мы еще раз воспоминаем воскресенье Христово, и оно еще называется так, как уверение апостола Фомы. Если говорить про самого апостола Фомы, мы с вами знаем, что еще до самой Пятидесятницы все апостолы, они были вполне себе такими земными людьми. Они были, скажем так, их беспокоили те же ситуации, как и нас беспокоят. Кто-то там, вот, пожалуйста, с Христосом говорит, например, что ему скоро надлежит умереть, и утешает, что ему воскреснуть. Он с ними сидит на тайной вечере, а апостола ничего, он там двое братьев переживает, кто сядет по правую сторону, кто по левую сторону. И вот апостол Фома, это вполне себе такой земной человек, как и все остальные 12 апостолов, которые идут со своим божественным учителем. И вот нам Писание говорит об апостоле Фоме, что он как раз вот пытается... Ну, то есть он неверующий в том понимании, как мы порой вкладываем смысл неверия тому, что вот есть человек, который говорит, вот, я не верю, потому что Бога нет, потому что это все недоказуемо. Апостол Фома, он верил, что перед ним находится тот величайший человек, божественный учитель, но он пытался все понять путем какого-то определенного рационализма. То есть вот даже вот события, связанные с Лазарева субботы, да, напоминаю вам о том, что перед самой Пасхой есть Страстная Седмица, которая практически начинается со входа Господня в Иерусалим. То есть вход Господня в Иерусалим – это один из 12-20 господских праздников, и на следующий день у нас с вами наступает Великий Понедельник, и начинается Страстная Седмица. А до этого, задний до этого, то есть в субботу, воспоминается воскрешение Лазаря, когда Господь приходит в Вифанию, и там воскрешает Лазаря. Но события этому воскресенья, они происшествуют таким образом, что Господь, он проповедует около трех лет после своего крещения, после Богоявления. За это время у него складывается общение с многими людьми, у него появляются ученики, жены мироносицы тоже, которые идут за ними и слушают его проповедь. И так складывается, что в общении со Христом люди, ну люди разные общаются, мы с вами знаем, что и фарисеи же общаются со Христом, и они очень часто опасаются, что он там возмутит народ, что он уже возмущает народ своими речами. И они всячески стараются его уловить для того, чтобы его погубить. И вот это событие, оно говорит о том, что пойти Христу в Вифанию, это риск для его жизни. И вот апостол Фома, он прям вот, давайте обратимся к словам Писания, то есть апостол Фома понимал, что если они пойдут туда, то есть те люди, которые ищут буквально Христа для того, чтобы его вот убить. И вот апостол Фома, он прям такие слова произносит. «Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам, пойдем и мы умрем с ним». То есть Лазарь умер, Господь говорит о том, что Лазарь уснул, и нужно пойти его возбудить. То есть разбудить его. Ну, ученики ему говорят, Господи, но если он уснул, значит, вот чаще всего самое лучшее лекарство для человека является сон. То есть когда спит, во сне выздоравливает. Но Господь говорит о другом, о другой природе этого сна, что человек умер, Лазарь умер, и я иду его воскресить для того, чтобы вы уверились в этом. И вот Фома говорит, он понимает, что вот там 2 плюс 2 равно 4. То есть по этой логике вещей, если мы туда пойдем, значит, нас просто вот могут убить. Значит, мы пойдем туда и там вот умрем. Да, апостол Фома еще вот в Писании, как мы заметили, называет близнецом. Здесь нет такого однозначного представления, почему об апостоле Фоме говорят, что он близнец. Но есть такое определенное представление, что физически, то есть по-человечески, черты лица во многим был он похож с Господом. Есть такое в предании определение. И вот апостол Фома, как и все ученики, когда божественного учителя Господа нашего Иисуса Христа распинают на кресте, он вместе с другими учениками убегает. И мы с вами знаем, что смерть Спасителя до его славного воскресения являлась тем, что выбило их как бы из определенной колеи. Мы с вами знаем, что они шли за ним. Когда Господь входит в Иерусалим, его встречает, кричат «Осанны вышних», «Благословен гряды во имя Господне», «Царь Израилев». И вот здесь понимание того, что Господь должен воцариться, и многие думали, что воцарение Спасителя произойдет как земного царя. Что вот сейчас он возглавит восстание против римской власти, восстановит Израиль в прежних его достоинствах. Расцвет Израиля при царе Давиде был. То есть вот, пожалуйста, царь Израилев, сын Давидов, вот сейчас все будет. Но, как и мы с вами видим, что на суде у Пилата Господь говорит, что царство мы не от мира сего. И вот они не поняли, многие. И вот происходит крах вот этого всего. Ученики прибывают в Иерусалиме, страх ради иудейского, то есть боятся иудеев, прячутся. И вот как раз происходит то самое уверение апостола Фомы, когда Господь является в тот же день недели вечером. Вот, пожалуйста, давайте я прочитаю для всех нас с вами Евангелие о том событии. Это у нас Евангелие от Иоанна, глава 20, начиная с 19 стиха. В той же первый день недели вечера, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из-за опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди, говорил им, мир вам. Сказав это, Он показал им руки и ноги, и ребры свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа. Иисус же сказал им вторично, мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Сказав это, Дунул говорит им, примите Духа Святаго, кому просите грехи, тому простятся, на ком останете, на том останутся. Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали Ему, мы видели Господа, но Он сказал им, если не увижу на руках Его раны от гвоздей, и не вложу перстам Его в раны от гвоздей, и не вложу руки Мои в ребре Его, не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними, пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди их и сказал им, мир вам. Потом говорит Фоме, подай перст твой сюда, и посмотри руки Мои, подай руку Твою, и уложи в ребра Моя, и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ, Господь Мой и Бог Мой. И Иисус говорит Ему, ты не поверил, потому что увидел Меня, блажены невидевшие, но уверовавшие. Это как раз Евангелие, которое читается за Божественной Литургией на неделю Святой Антипасхи. И если отвечать на тот вопрос, который отец Назарий, вы мне задали, был ли апостол Фома неверующим, то здесь нужно определиться в терминологии. Что значит не верить? Есть человек, который говорит, что я не верю, что Бог есть. И в этой ситуации сравнивать с апостолом Фомой здесь не совсем уместно. Апостол Фома здесь больше пытался рационально понять, что произошло, как это могло было случиться. И поэтому здесь, безусловно, апостол Фома верил Господу и верил в Господа. И вот это уверение его произошло, и он увидел вот эти раны и сказал, Господь мой и Бог мой. Здесь нет какого-то противления против Бога. А если есть люди, которые, ну, различные есть движения там, есть атеисты, есть агностики и прочее, прочее. В этой терминологии, я думаю, даже, наверное, и смысла никакого нет клесть. Просто вот, по сути, если человек не верит, то чаще всего думаешь, а что же такое случилось? Есть люди, которые научно пытаются понять что-то. Есть люди, которые просто идут на сделку со своей совестью. Ведь как проще всего оправдать беззаконие? Беззаконие проще оправдать тогда, когда ты понимаешь, что тебе за него ничего не будет. А то, что Господь, который взирает, как солнце греет, и достойных, и недостойных, Господь взирает на всех. И вот, как есть выражение, жил Авраам перед Богом, и его жизнь ему обменилась в праведность. То есть Авраам, который ветхозаветный праведник, родоначальник целого народа израильского. И вот его вера, жить перед Богом, это значит каждый день вспоминать, что ты не один сейчас, а ты один на один с Богом. Вся твоя жизнь находится перед Богом. Вот в этом понимании порой человек, ему проще свести себя к такому состоянию, что передо мной никого нет. И я материален, да, то есть вот, когда я умру, вот, значит, перестанет быть мое бытие. И в таком плане человек проще дает себе санкции на какие-то беззакония. Отец Павел, получается, все-таки греха в невере апостола Фомы нету. То есть это скорее был такой скепсис. То есть апостол Фома, он был бы рад воскресшему Христу, своему Учителю, за которым он пошел. Но он как человек, мы можем назвать апостола Фому таким скептиком своего времени? Можно так сказать? Ну, если обращаться к священному писанию, то этот скепсис был не только у апостола Фомы. Если мы вспомним, вот мы вспомним про Авраама и про его жену Сару. Когда вот к нему пришел Бог в виде трех ангелов, да, и вот в конце вот этой трапези он говорит, что я тебя посещу через год. И твоя жена Сара, которая бесплодна, она родит сына. И Сара высмеялась. Она понимала, что вот по всем физическим законам, ну, не могу я быть мамой уже, я уже стара. Дальше обращаемся к папе Иоанну Претечу Захарии, который служил там при храме, его череда была. И ангел Божий ему возвещает. Казалось бы, порой ангел пришел, а ангел, само понимание ангела, это вестник. То есть он не по своей воле приходит, потому что Бог посылает. И он как бы не то что возмущается, а для него происходит такое непонимание. И вот его вера как бы была подкреплена тем, что вот он был наказан. И вот здесь апостол Фома тоже, собственно, происходит то самое, когда он вот хочет верить и рационально пытается это все понять, для себя объяснить. Но как и в другом месте Евангелия, когда Господь совершает чудо и спрашивает, веришь ли ты, могу ли я это совершить чудо? Веруй, Господи, помоги моему неверию. Поэтому я здесь не считаю, что здесь происходит какой-то грех и противление Богу. То есть неверие, оно когда становится грехом? Когда неверие становится противление Богу. И мы с вами знаем в истории были случаи, когда там порой человек не то что не верил, что там Бога нет, а он не верил Богу, как верим ему мы или как верили ветхозаветные праведники. То есть вера не в том, что ты есть, а я верю и доверяю твоим стезям. Вот о чем речь. Поэтому я не думаю, что апостол Фома был прям вот такой человеком, который яростно хотел вот все там, не говорите мне ничего, вот он умер и все. А вот именно вот пытался именно вот таким рациональным путем, то есть вот пока не увижу, не уверен. Господь же ему вот здесь вот уверяет. И Иисус говорит ему, ты поверил, потому что увидел меня. Блажены не видевшие, но уверовавшие. Поэтому мы с вами Господа своими отчаями не видели, поэтому мы с вами немножко в этом плане можем сказать, что мы блажены. Вот на самом деле это момент очень интересный, потому что, то есть действительно, когда ты читаешь Евангелие первый раз и читаешь об апостоле Фоме, и ты думаешь, ну как так, вот Господь же воскрес, наоборот, нужно порадоваться, обрадоваться этой вести. Но здесь мы видим, что действительно апостолы все и каждый были по-своему уникальны. У каждого действительно был свой характер. И в ком-то из апостолов, ну, я думаю, каждый человек может где-то даже и себя разглядеть. Но насколько вот вообще приемлемо христианину быть вот таким скептиком в жизни? Вообще это вообще вещи сопоставимы? Потому что, к сожалению, зачастую вот образ человека верующего, у человека, может быть, светского, далекого от церкви, это, знаете, какое-то такое вот мракобесие, что люди, которые верят вот всему, что им скажут, ничего не проверяют, не дружат с наукой. И поэтому, как бы, эти вещи порой противопоставляются друг другу. То есть вера человека и вот определенный рацио, да, разум, скажем так, разумный подход к жизни, и вообще ко всему, что происходит вокруг нас. Вот может ли человек верующий в себе это совместить, отец Павел? Я думаю, что человек прекрасно может совместить это все. Мы помним, что святые древности, они говорили так, что богословие — это служанка, наоборот, философия служанка, богословие. Если мы сейчас философию воспринимаем как определенную относительную науку, то есть там рассуждаются разные там конструкции философские, да, и мы не признаем ее как, например, математика, там, точную науку. Но для людей древности философия была вполне себе наука наравне с математикой, арифметикой и прочими науками. Поэтому пытаться понять все лишь рационально — это не совсем правильно. И пытаться понять все абсолютно на веру, да, и вот бывает человек становится заложником каких-то там верований, чудес, да, и когда порой в каких-то обстоятельствах пытаются увидеть какое-то чудо, и в этом как бы это чудо притянуть за уши, да, вот. Там очень частая ситуация, когда вот человек только приходит к Богу, и он вот пытается найти везде там определенные чудеса. И вот, например, смотрит, и под куполом зашел лучик света. Ой, чудо, чудо, чудо. И вот начинает становиться заложником каких-то таких вот определенных обстоятельств. Поэтому здесь, наверное, нужно понимать, если человек разумно, не борясь с Богом, но ища истину в науке, ну, я имею в виду нормальной науке, были же и математики, которые занимались математикой, и все равно пытались найти какое-то число Бога, да, и вот уверялись в Боге. Были ситуации, когда Господь человеку, который искал его, ну, искал, может быть, не осознанно, что вот я прям сейчас ищу Бога, но честно занимался свою науку, он все равно обретал веру. Поэтому здесь можно понять, что вот когда человек восходит на гору, да, есть одна сторона к вершине горы, есть другая к вершине горы. Поэтому здесь можно, наверное, воспринимать, что это просто, наверное, иной путь к Богу. Поэтому есть такой каменистый, извилистый, ответственный путь, наверное, к Богу через определенную науку, да, а здесь такой вот путь благой, как вот Господь говорит Марфе, когда говорит, Господи, почему Мария мне не помогает? Потому что она избирает себе благую часть. Поэтому кому достался этот путь к Богу через веру, это, наверное, благая часть. Поэтому здесь совсем не нужно противопоставлять науку с верой. Это два разных пути познания Бога, да, в чем-то они пересекаются. И поэтому мы видим вообще уникальных людей, которые просто в себе сочетают науку. И медицин, например, святил Лука военно-сенецкий, архиепископ Крымский. Мы знаем, что вот он написал прекрасный труд «Очерки огненной хирургии». То есть человеку не мешало быть верующим. И когда вот он овдовел, один из священников сказал, «Дорогой доктор, вам бы стать священником». И он стал епископом церкви. То есть в себе сочетал и прекрасные дарования хирурга, и веру Божию тоже. А время-то было непростое. Мы с вами знаем, что в 20 веке вера Христова была гонима, и христиан притесняли. Он продолжал даже. И, насколько я помню, отец Наталья, может быть, тоже помните, он стал лауреатом Сталинской премии в то непростое время. Отец Павел, хорошо. Мы определились с тем, что человек может быть рационалистом, и одновременно быть человеком верующим. То есть подходить с точки зрения… Ну, здравый разум должен быть, здравый способ должен быть. Тогда такой вопрос. А насколько часто вообще человек верующий должен задавать вопрос, почему? То есть почему в церкви вот такие правила? Почему такие догматы? Почему Бог Троица, например? Почему в Евангелии Христос поступил так или иначе? И, опять же, у нас иногда у людей складывается тоже ложное впечатление, что на самом деле церковь не приемлет вообще никаких вопросов. То есть вот все, что сказали, что сказал батюшка, это, значит, непреложный закон, непреложная истина. И вот здесь как бы мы видим то, что на самом деле иногда человеку нужно подтверждение, в том числе для собственного разума, что это действительно так, как вот мы видели в Евангелии подтверждение для апостола Фомы. Ему нужно было руку вложить в раны Христовы, чтобы действительно увидеть и исполниться полноты веры в Господа. Вот, собственно говоря, вопрос к нам. Где вот эта грань, когда можно задавать вопрос, почему, а когда нельзя? Или вообще этой грани нет? Или мы должны всегда интересоваться, а почему так? И то есть пытаться вникнуть вообще в сути вещей. Или все-таки есть какое-то ограничение, где нет, ну вот здесь ты уже какие-то излишние вопросы задаешь, что веры в тебя разве нет? Вот, батюшка, поясните. Есть такие вещи и такие вопросы, когда нет четкой определенной грани. Наверное, как раз вот этот вопрос здесь затрагивается. Здесь должно быть, наверное, какое-то и здравое вера, и здравое разумение, в какой ситуации, как все обстоит. Да, вот мы говорим о человеке, если говорить о... с религиозной точки зрения человека, то человек состоит из тела, то, что мы с вами можем потрогать, пощупать, то, что у нас болит, то, что у нас испытывает в чем-то потребности. У нас есть душа, которая, как Святая Отца говорит, она простая, да, то есть она проще в том понимании, чем тело, но она нематериальна. Есть дух, который... человек тоже присутствует. Поэтому в этом понимании, если твое болит тело, да, если ты, там, я не знаю, шел по улице в скользкое время, в скользкое время года зимой, да, и ты подскользнулся, и у тебя случился перелом ноги или руки, то ты, конечно, должен пойти к врачу и... ну, при этом помолиться, чтобы Господь помог этому врачу правильно тебя вылечить. Потому что даже врачи говорят, что есть такие ситуации, когда нет конкретного представления, как лечить тому или иного больного. Конечно, и в непропривом речь идет, и есть и более такие сложные заболевания и операции, когда врачи стоят перед определенным выбором, когда они собирают консилиум. И в этой ситуации, конечно, Господь действует в мире с сокрытием своего божественного лика. Мы должны молиться, чтобы Господь дал разумение этим людям, то есть врачам, чтобы они нам могли понять. Поэтому если у тебя болит твое тело, у тебя проблемы с твоим телом, ты, безусловно, должен и об этом молиться, но и обратиться к врачам, через которые Господь поможет тебе. Если у тебя проблема душевного плана, душевный план — это какой план? Ну, это культура, музыка, то есть это душевная составляющая человека. Там есть душевные расстройства, но здесь нужно обратиться за психологической помощью. Может быть, что-то происходит такое, что морально тебя беспокоит, может быть, даже с самого детства или с юности, или с сотрудничества твоего, и через беседу человек может помочь. А бывают проблемы духовного плана, когда человек не понимает. А вот есть же понимание, там, духовный отец, да? Но если обратимся к документам в Русской Православной Церкви, то в документе об участии верных в Евхаристии говорит, что духовник — это тот священник, храм, который ты посещаешь, где батюшка служит, и вот ты имеешь с ним общение. И вот священник может тебе что-то порекомендовать, поруководствоваться в твоей духовной жизни. Да, и обратите внимание, что священники не стремятся как-то завладеть вами и там вот прям взять над вами какое-то такое безумное шество, что вот так сюда ходи, туда не ходи, а вот именно с духовной позиции. Там что можно почитать, где можно на что обратить внимание. Да, бывают такие вопросы, которые обращают нас вот к священному писанию или к трудам святых отцов. И мы с вами живем уже более 2000 лет после Рождества Христова. Батюшка, но перебью. Но вопрос-то можно духовнику задавать? Почему? Почему, батюшка, вы мне дали такой совет? Почему я должна поступить именно так или я должен? То есть в этом и суть. То есть мы можем задавать вопрос, а почему так? Ну, мы с вами люди, живущие в миру, и говорить о каких-то монашеских практиках мы, конечно же, не можем. Когда бывает, человек уходит в монастырь, и он полностью отрешает свою волю. Ну, монастырь человека для этого и приходит, для монашеской жизни. И там он, именно вот ему духовник... Почти, если можно кратко, у нас прям пару минут осталось. Если духовник ему говорит, что поступит так, то он основывается на своем колоссальном опыте, и не только своем опыте, а опыте предшествующих его людей. Если же человек живет в миру, то многие вопросы священники тоже учатся в духовных семинариях и изучают писания и труды святых отцов. И поэтому бывают такие моменты, когда священник опирается частично на свой опыт и частично на опыт церкви. И при том преимущественно на опыт церкви, потому что священник, он служитель Божий, он член церкви, он не может, скажем так, делать какие-то действия, которые противоречат церковному строению. Но вопрос-то мы можем задать священнику или нет? Я думаю, что вопрос-то можно задать. Потому что бывает так, что человек по своей немощи не может понять. А если этот вопрос вполне нормальный, адекватный, то священник может и объяснить, почему он так сказал. И одному человеку священник может в одной и той же ситуации, не в одной и той же ситуации, а при одном и том же вопросе, когда тебе будет полезнее так, а тебе по-другому. Потому что священник на месте, он знает. Вот поэтому у людей и могут возникнуть. Почему ему батюшка сказал вот так, а мне сказал вот так? И у человека возникает вопрос. Но здесь, наверное, все-таки важна мотивация. Почему? То есть человек либо по своей, скажем так, внутренней гордости, что как он не может такие вот советы давать, с чего это он вдруг взял. И с другой стороны, действительно искреннее желание понять, и разумом в том числе исполнить, понять суть сказанных слов. А почему мне действительно человек, священник это сказал? Или почему церковь об этом говорит? Какой смысл в этом? Какой кроется настоящий смысл? К чему это должно меня подвести? То есть все-таки есть тоже и разный подход, с которыми человек может задать вопрос, почему. С одной стороны... Если человек приходит и с целью сейчас вот я батюшку проверю, да, там, я вот. Это одна ситуация. А если человек на самом деле хочет для себя что-то понять, осознать, это другая ситуация. Спасибо, отец Павел, за интересную беседу. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Ангелы всем хранителя с Богом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова